Зачастую они проводят с ребенком не меньше времени, чем родители, занимаются его образованием и воспитанием, прививают моральные и культурные ценности, растят патриотам и развивают таланты. 5 октября представители одной из самых важных профессий – педагоги – отмечают свой праздник. В этот день поздравляют не только школьных учителей. Слова благодарности звучат и в адрес преподавателей дополнительного образования, которые открывают для наших детей дверь в мир искусства. Хочется поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Это очень важно, нужно, интересно, бесспорно, действительно одна из важнейших профессий для человечества. Вы показываете своим примером, своими навыками, показываете возможности нашим маленьким гражданам, раскрываете их таланты, кого-то ставите на крыло, даете им будущее. Без педагога нет космонавта, инженера, врача, поэта. В жизни практически каждого из нас есть учитель, который занимает особое место в сердце. А в большом сердце педагога всегда найдется место для каждого ученика. С большой любовью и теплом вспоминает своих воспитанников Анжелика Ермакова. За 30 лет работ она выпустила немало талантливых детей, многие из которых пошли по ее стопам и связали жизнь с музыкой. Ну это естественно. Переживания как и любого родителя, так и преподавателя – это естественное состояние. Я думаю, что мои ученики меня всегда помнят, так же, как и я, всегда слежу за их деятельностью, за их искусством, потому что очень многие поступают именно в высшие учебные и средние музыкальные заведения. Среди воспитанников Саровских школ искусств многочисленные победители-призеры международных и российских конкурсов, финалисты крупных творческих проектов и фестивалей. Успехи наших детей – это в первую очередь заслуги педагогов, которые вкладывают в юных саровчан частичку своей души. Мне кажется, творческим специальностям учить намного интереснее, ну потому что ты сам этим занимаешься. И хочется научить маленького человека, который к тебе приходит, который иногда не умеет рисовать, иногда умеет рисовать лучше тебя. Он видит мир чистыми глазами. Его еще не учили много лет в университетах, школах. И на самом деле с такими, вообще с детьми работать, мне кажется, намного интереснее, чем с взрослыми. Творческим подарком к одни учителя для педагогов стали выступления воспитанников и преподавателей «Дыши» и «Дыши номер два», а также участницы проекта «Голос 60 плюс» Ирины Оськиной. Мы связаны с тобой навек одной судьбой. Земля моя, земля моя, моя земля моя. Екатерина Пенова, Артемий Голосков, Служба новостей, СОРОВ-24.